Меня зовут Александр Зимин. В этом видео я хотел бы коснуться такой проблемы, как менопауза и питание. Я профессионально занимаюсь натуропатией, а это в переводе означает подражание лекарственному действию природы, то есть использование фитотерапии и методов натуральной медицины. Итак, давайте рассмотрим, что же предлагает натуропатия для решения такой важной проблемы, как менопауза. Итак, прежде всего, перед тем, как начать говорить о методах натуропатических подходах, хотел бы буквально несколько таких нюансов относительно качества фитопрепаратов. Действительно, мне как практикующему доктору очень сложно найти это исходное сырье, потому что в аптеке тоже бывает не всегда должное качество. Не всегда даже производитель понимает суть технологического процесса, конечный продукт. Очень много маркетинга, фишек всяких, действительно тяжело подобрать сырье. Это просто такое общее замечание. А сама тема менопаузы питания. Понятное дело, что с менопаузой возникает гормональный сдвиг, и он способствует возникновению неприятных симптомов, приливов, неприятных ощущений, обострения фоновых заболеваний. И вторая проблема, да, очень важная, это набор веса, потому что гормональный сдвиг, и вес очень легко набирается, и очень тяжело снижается. Вот это две такие задачи. Конечно, надо уменьшать калории, это особо большой разговор. Это может быть использована акупунктура один раз в месяц примерно. И эта диета, ну, капуста это как пример, конечно, там особые диетические программы существуют. Итак, давайте посмотрим конкретно, что предлагает натуропатия с позиции западной фитотерапии, с позиции гомеопатии и китайской фармакопеи. Итак, в западной фитотерапии. Первое место в Иранецке стевидные. Да, действительно, в аптеке есть препарат, я не буду называть, как он называется, производителя. Он стоит на полках. Единственное, то, что вот эти дозы, дозы, которые представлены в аптеке этим производителям, на самом деле являются гомеопатическими. То есть, они очень маленькие. Вероятно, это связано с тем, что это дорогое сырье. И поэтому в каждую аптеку, ну, не будешь поставлять, да, такое дорогое сырье. Поэтому, на самом деле, это определенная проблема. Просто надо... Следующая, это сопальметта. Это карликовая пальма. Произоставит она в Северной Америке. И это блокатор 5-альфа-редуктазы. И люцерна это фитоэстрогенное растение, да, в котором представлены очень высокоинтенсивные фитоэстрогены. То есть, основная задача, вот, менопауза и натуропатия, основная задача, это повлиять с помощью фитопрепаратов на гормональный фон. Действительно, у растений есть гормональная активность, да, и поэтому используется воронец, кистевидный, сопальметта, люцерна. Следующая, это гомеопатия. Да, это действительно маленькие дозы, но она действительно эффективна и дает свой результат. Лохезис, сепия, калькорея, силиката, аргентум, нитрикум. Вот такие подходы есть. И теперь давайте посмотрим, что предлагает эндокринолог, да, что он может предложить. То есть, гормональная заместительная терапия. То есть, с одной стороны, натуропатия, посмотрите, какой список, да, достаточно такой длинный растений. А на другой чаше весов, энд, это заместительная гормональная терапия. Поэтому, собственно говоря, в чему бы не выбрать из этого списка, да, подобрать. А не использовать синтетические гормоны. Также в последнее время начинают использоваться биоидентичные гормоны, да, как бы такая новая составляющая гормональная заместительная терапия. Это биоидентичные гормоны. Конечно, можно их использовать также, да, в грамотных дозах и грамотными подходами. Вот и всё, что я хотел бы сказать на этот день. И как вывод, мы смотрим, что в западной натуропатии мы имеем большой достаточно список, да, возможностей для использования. А с другой стороны, в обычной медицине только гормональная заместительная терапия.